всем привет на вам канале хочу предложить закуску из блинчиков с двумя вариантами начинки вот такие ингредиенты мне понадобятся для блинного теста мне понадобится конечно же температура должна быть у продуктов комнатная понадобится молоко яйца куриные растительное масло мука соль сахар и буду добавлять шпинат начинку одну я буду делать слабосоленой семки буду добавлять сыр филадельфия вторая начинка будет малосольная селедка зеленый лук куриные яйца сваренные крутую майонез приступаем шпинат нужно залить кипятком укладываем шпинат удобную для вас посуду заливаю кипятком накрывая крышкой и даю постоять 5-7 минут шпинат поставил кипятке 5 минут я его переложил в чашу для блендера теперь добавляю 100 миллилитров молока и будем взбивать взбивали буквально две-три минуты замешиваю тесто на блинчике переливаем молоко со шпинатом в миску где будем замешивать тесто добавляю яйца соль сахар немного перемешиваем постепенно добавляю просеянную муку муку добавляю поэтапно в три этапа теперь только после того как размешал тесто и уже нету комки можно добавить молоко теперь довожу тесто до жидкого состояния как раз на блины чтобы не смазывать каждый раз сковородку когда жарите блины растительное масло просто нужно в тесто добавить одну столовую ложку растительного масла после того как мы замесили тесто тесто должно вас постоять 30 минут тогда блины вас будут жариться очень легко пока настаивается тесто займемся начинкой первый вариант начинки куриные яйца зеленый лук майонез филе селедки мелко нарезаю лук так же будем мелко нарезать филе селедки могут попадаться косточки обязательно их удалять добавляю майонез и перемешиваю первая закуска готова занимаемся второй либо рыбу берите уже нарезанную либо если вы возьмете кусочек обязательно нужно убрать эту шкурку рыбу нужно нарезать на тонкие ломтики тесто постояло 30 минут оно уже полностью готово для жарки перед тем как вы будете его жарить нужно его немного размешать перед первым блином обязательно нужно раскалить сковородку смазать либо кусочком сала либо кисточкой немного растительным маслом вы поймете когда блин уже с одной стороны полностью готов буквально две-три минутки вот эти края уже сами начали даже так отслаиваться первый блин готов мы еще на второй стороне буквально пожарили одну минуту блины готовы с этого количества теста у меня получилось 12 блинов блины остыли, теперь заворачиваем рулетики. Размазываю сыр Филадельфию, сверху на сыр выкладываю красную рыбу. Разрезаю блинчик пополам. Смотрите, какие они красивые в разрезе получились. Теперь сворачиваем трубочки с начинкой, которая из селедки. Вы не представляете, как же это вкусно. Я хочу, чтобы вы это приготовили, обязательно попробовали и написали мне комментарии по поводу этих закусок. Всем, кому понравился рецепт этих вкуснейших закусок, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!